Спасибо вам большое, что вы нашли время и посетили эту выставку. Анастасия Решетова с 2019 года начала собирать советские игрушки, произведенные в Куйбышеве. История ее коллекции началась с простого вопроса сына, мама, а во что-то играла в детстве. С тех пор у Анастасии проснулся исследовательский интерес к игрушкам, созданным в Куйбышевской области. Промышленные предприятия города производили автомобили, производили оборонную технику, секретные были производства, взрывчатые вещества. И наравне с этим они делали песочные наборы, делали кукол, делали музыкальные инструменты. Вот это вот соотнесение, несоотносимого, скажем так, вот это вот как раз и было интересно. Вместе с сыном Анастасия собирала информацию о заводах и игрушках. Захар поддерживает маму в ее увлечении и помогает пополнять коллекцию. Когда шла экскурсия, сказали про школьные принадлежности. Мама показала линейку треугольную такую, там ласточка от прогресса. Я ее нашел в школе на уроке математики. Я забыл свою линейку, им не дали он ту. Я заметила, мы тогда уже собирали игрушки. Свою коллекцию Анастасия впервые показывает публике. Сейчас в ней около двухсот интересных и редких экземпляров. Эти грузовички выиграли всесоюзный конкурс игрушек. Такой набор считается очень редким. А эти роботы были сделаны на прогрессе. Завод еще в послевоенные годы начал производить игрушки по указанию директора Виктора Литвинова. В конце 40-х годов было открыто производство игрушек. Но самые первые игрушки, как вы понимаете, были очень такие простейшие. Их можно было очень легко ремонтировать. Фактически каждый ребенок немного старше 10 лет вполне мог с этим справиться. Создание машинок и кукол для детей на предприятиях запечатлел Николай Абросимов, известный самарский фото-журналист. Его работы тоже представлены на выставке. Практически все предприятия Куйбышевской области в обязательном порядке выпускали детские игрушки. Это был своего рода социальный заказ. Правда, шли они под маркой «Товары народного потребления». Посетители, побывавшие на открытии выставки, подарили Анастасии свои игрушки. Посетить выставку может любой желающий. Действовать она будет до конца мая во Дворце ветеранов. Светлана Кудрявцева, Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События.